Слава Богу, братья и сестры! Мир вам! Пастор Петрович снял с уст. Надеюсь, если посмотреть в окно, то мы видим и солнце, и лучи, и весна. Но, порой в нашей жизни кажется, что до весна не придет никогда. Но, братья и сестры, с Господом весна наступит всегда. Слава Богу! И, знаете, хотелось бы обратить наше внимание на то, что все мы собраны здесь в воскресный день. И, знаете, кто-то пришел в первый раз, кто-то посещает в постоянстве до молитвы, кто-то уже настолько привык, что без этого не может. Просто тяга, есть жажда по Слову Божьему, потому что говорит Господь, по тому, чтобы напитаться вот этим. И каждый из нас, братья и сестры, должен понимать, что мы здесь не по своему какому-то, если можно так выразиться, желанию. В первую очередь мы по милости Божией пришли сюда. То есть тот, кто сотворил небо и землю, тот, кто сотворил человека, тот, кто может изменить то, что невозможно человеку, по своей милости разрешил нам прийти сюда и слышать Его Слово. И в пятом псалме восьмым стихом написано, «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». «По множеству милости Твоей, братья и сестры». Милость, любовь Его к каждому из нас. Чем больше ты посещаешь дом молитвы, тем больше ты замечаешь, что милость Его в каждом дне, братья и сестры, несмотря ни на что, она обновляется. И весна приходит, братья и сестры, по Его милости к каждому из нас. Знаете, слышал не раз, что порой держишься за прошлое, то, что Его надо отпускать, но, знаете, восемь лет назад мне казалось, что самое худшее, что может быть в твоей жизни, это весна. Потому что много света, больше видно, хотелось бы, чтобы все время темно было, и чтобы эта весна не наступала. Но сегодня, слава Богу, братья и сестры, ты радуешься этой весне, ты радуешься солнечному свету, ты радуешься тому, что ты можешь прийти в Дом Божий. Слава Богу, братья и сестры, слава Богу. И хотелось бы воздавать и воздавать Ему хвалу в каждом дне. И, братья и сестры, обращаясь к Слову Божьему, на некоторые мысли перед тем, как мы будем молиться, прославлять Бога, хотелось бы обратить наше внимание на некоторые мысли, на некоторые места Писания. Отношения с Богом, то есть мы жаждем, мы ищем этих отношений. Это здоровое состояние христианина – искать. Искать отношения с Богом, искать отношения с Творцом. И вы знаете, в тот момент, и в том состоянии, когда ты находишься в поисках Бога, ты живешь. Не просто существуешь, потому что порой люди говорят, это не жизнь, это просто существование. То есть ты можешь жить и можешь отображать Христа только тогда, когда ты Его ищешь. То есть это постоянное состояние, постоянные поиски в каждом дне. Это не то, что, знаете, порой, глядя на отношения Бога к нам, это интересует. Потому что если дать достижимую цель человеку, он останавливается. То есть он чего-то достиг, он останавливается, и дальше идти нет смысла. Просто кто-то говорит, а зачем? Для чего? И Бог сделал так, что мы рождены с отсутствием этих отношений. Мы жаждем, мы ищем. Кто-то это признает, кто-то отрицает. Но человек в нормальном сознании, в чистом, он ищет что-то. Ему нужны вот эти отношения с Творцом, нужны отношения с Отцом. Для чего? Для того, чтобы жить. Ты двигаешься, ты движен Духом Божьим только тогда, когда ты ищешь. Это постоянные поиски. И написано, в послании к евреям, в 11 главе, 6 стихом написано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ищущим Его, то есть без веры угодить Богу невозможно. Рано или поздно ты все равно будешь задумываться над тем вопросом, как же угождать Богу. Нужно все равно понимать и осознавать, что мы ищем служение, мы ищем, как воздать Ему хвалу, но при этом мы ищем, как же отблагодарить и как воздать Ему хвалу. И написано, что без веры угодить Богу невозможно. Я немножко отвлекусь. В воскресенье, в четверг, брат Валера проповедовал. Там мысль такая была о том, что когда пришел определенный урок в жизнь, то сам себе задавал вопрос, а где же Вера? И у нашего старшего сына, подружка Вера, они общаются во дворе, постоянно играются, как-то такие отношения у них, дружат они хорошо. И когда он говорит, этот вопрос задает, говорит, я задаю сам себе вопрос, Валера, а где же твоя Вера? И Ваня поворачивается, говорит, а у меня есть Вера, она живет во дворе. И вот я просто отвлекся, братья и сестры. И вот здесь мы читаем, братья и сестры, что мы должны веровать, мы искать отношения с Ним, верить Ему, доверять Ему, потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надо бы это понимать и осознавать, и ищущим Его воздает. Мы порой не ищем отношения с Ним, но мы хотим воздаяния. Мы хотим, чтобы Он воздал, но при этом чего ты ищешь? Зачем мы пришли на это место, братья и сестры, и для чего мы находимся здесь? И вот я уже сказал, что это процесс всей жизни. Также написано, мы, знаете, про Петра. Много мест писаний, много проповедей на его жизнь, много написано, много, знаете, разносторонних таких мыслей в его адрес, но в начале пути его, это, наверное, важный момент, на который не так давно, знаете, пришлось задуматься, то, что в его сердце отозвалось одно – мы нашли Мессию. То есть, если вы не ищущему человеку придете и скажете, я нашел Мессию, что он вам скажет? Ну и что? Мне как бы сильно меня это не волнует. Но про Петра мы читаем, это от Иоанна 1 глава 40, 42 стих. Один из слышавших от Иоанна об Иисусе и следовавших за ним, то есть услышал и последовал за ним, это был брат Андрей, то есть Андрей услышал об Иисусе, последовал, и написано, что это брат Симона Петра. Когда он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, 42 стих, и привел его к Иисусу, Иисус же взглянул на него и сказал, ты Симон, сын Иоанн, ты наречешься кифа, что значит камень, Петр. То есть, человек уже был в поисках, он отозвался, в сердце этот отзыв был, потому что он был в поиске. Вы знаете, такая мысль тоже интересная, что попросил Соломон, когда явился ему Господь? Мудрости. Мудрости. И кто-то, знаете, отметил такую мысль, что у него уже хватило мудрости, чтобы попросить мудрости. Потому что если у человека, который вообще не знаком, и нет никаких отношений, нет познания о Боге, спросить, чего ты хочешь, то будет он просить, знаете, того, что требует это общество. А у Соломона уже хватило мудрости попросить мудрости. Так и в человеке отзывается позыв, братья и сестры, когда человек ищет, 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 ищет. Он в каждом дне, знаете, он готов рыть, готов копать это слово, отрывать то, что там сокрыто. То, что сокрыто, потому что один и тот же стих, ты читаешь несколько раз, и еще, кажется, там позавчера он тебе открывался совершенно по-другому, а сегодня ты смотришь, кажется, такая глубина, и уже заходишь с другой стороны совершенно. Почему? Человек ищет, и Господь открывается каждому из нас, еще раз, братья и сестры, по своей милости, по своему благоволению, потому что он хочет, чтобы каждый из нас, он шел, шел ближе, и написано, что «а мне благо приближаться к нему». Благо, то есть счастье мне в том, чтобы познавать его, в том, чтобы приближаться к нему, чтобы копать и рыть его Слово Божие. Для чего, братья и сестры? Чтобы быть ближе к нему. И поиски, знаете, даже каждого из нас, они все равно, мы как люди, наши жизненные отрезки можно поделить сюда на определенные этапы. То есть мы даже, приходя к Богу, мы все равно люди, мы идем по жизненному пути, и знаете, кто-то ищет спасение, и мы понимаем, что спасение, оно у Господа. То есть мы сами его, мы не можем спасать людей, мы не можем заставить человека ходить сюда, мы не можем, мы понимаем, что мы молимся, мы просим, мы делаем какую-то свою часть, но основная часть, она за Господом. Невозможная человеку, возможно, Богу. Или мы ищем исцеление, но исцеление уже, мы не будем на этом останавливаться, мы понимаем, каждый из нас понимает, братья и сестры, что, видимо, человек может быть в телесном, в теле своем, какие-то могут быть отклонения, серьезные, несерьезные, но когда ты с ним заговоришь, ты видишь, что раны внутренние, они исцелены, и это намного важнее, чем то, что происходит снаружи. И ты замечаешь, что человек, кажется, вроде бы чем-то ограничен, но на самом деле он просто радуется жизни. У него блеск в глазах, откуда это, братья и сестры? Бог наполняет, Он исцеляет раны каждого из нас. Или, знаете, кто-то ищет освобождение, как когда-то я искал освобождение, потому что ничего не помогало. Ты понимаешь, что написано, если Сын освободит, то истинно свободен будешь. То есть больше никто не освободит. Ты можешь быть, знаете, идти куда хочешь и делай, что хочешь, но ты замкнут, ты закрыт, ты не можешь ничего сделать. Почему? Потому что ты раб греха. Люди ищут это освобождение. Люди ищут помощи. Не так давно размышляли на эту тему, что помощь наша, она от Господа. То есть мы разного можем искать, но это разное состояние, которое мы проходим в своем жизненном пути. И, знаете, несмотря ни на что, ты замечаешь и обращаешь внимание на то, что даже то, что кажется сегодня невозможно, завтра Бог выходит навстречу, и Он совершает это. Он помогает, Он исцеляет, Он врачует, Он выводит из той ситуации, с которой выйти, кажется, невозможно было. И вот эти состояния не оставляют в нас следы. То есть я помню поиски, я помню, когда молился за кого-то, я помню, что делал вот это. Мы помним это, братья и сестры. Но важно понимать, чтобы в правильном месте искать, искать то, что необходимо искать. И одно из состояний, братья и сестры, когда человек находится в поиске. Когда человек находится в поиске, мы все чего-то ищем. То есть человек что-то находит, что-то обретает. Другой вопрос, что он с ним делает. Но именно состояние, когда ты в поиске чего-то получаешь, братья и сестры. То есть важно, что поиски Божьей воли, поиски его лица в каждом дне, это нормальное состояние христианина, жажда. И вот одно из таких состояний написано в Матфея 17 главы, опять Петр. Я зачитаю, наверное, сначала весь контекст. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды его сделали белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам быть здесь, если хочешь, сделаем трекущий тебе одну, и Моисею одну, и одну Илью». На что хотелось бы обратить, братья и сестры, наше внимание. Петр заметил, что хорошо ему быть в тот момент на вот этой горе. Рядом Иисус, они увидели преображение, они увидели то, чего раньше они не замечали в своей жизни. И Петр, оказавшись на том месте, на горе, он говорит, «Хорошо нам быть здесь, хорошо нам быть здесь». И самый важный вопрос, зачем нам идти дальше? Дальше идти не надо, вот здесь нам хорошо, давай мы сделаем трекущий, тут мы останемся. То есть состояние человека, который что-то нашел, им хочется здесь оставаться. Я не про видимое наше, где-то помещение, а про внутреннее состояние. Ты что-то заметил, ты заметил в своей жизни, что-то наладилось, ты заметил, что в твоей жизни Христос воскрес, ты это заметил, ты заметил, что твои те узлы, которые оказалось развязать невозможно, они уже развязаны. И ты говоришь, «Хорошо мне быть в таком состоянии, дальше мне идти не надо, зачем? Я останусь здесь, вопросы решены, зачем мне кому-то помогать? Я спасен, да и все нормально. Зачем мне прилагать усилия дальше? Зачем мне стараться дальше? Здесь хорошо мне». Но Иисус Христос, дальше написано, я зачитаю, «Когда Он еще говорил, сие облако светлое осенило их, и сие глаз зо благо глаголища, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь, возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Христа. И когда сходили они из горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». То есть Иисус Христос понимал, что время, и вот это состояние, хорошо нам быть здесь, это временное, братья и сестры. То есть нужно идти дальше. Хорошо тебе здесь, неплохо тебе здесь, вопросы решены, но несмотря на это, нужно идти дальше. Нужно понимать, что поиски на этом не заканчиваются. Ты достиг каких-то тех целей, которые раньше казалось, это невозможным. То есть ты уже на горе. Кажется, те цели, которые были недостижимы, они достигнуты. Но Иисус Христос говорит, «Иди дальше». Ищи, копай, совершай. То есть не останавливаясь. И хотелось бы, братья и сестры, каждому из нас, каждому из нас в это утро сказать, «Хорошо тебе». То есть ты, знаете, что-то развязалось, разрешилось в твоей жизни. Кажется, хорошо мне быть в этом состоянии. Но брат мой и сестра, продолжай. Продолжай делать, продолжай искать, продолжай идти за Христом, взирать на Него, то есть не останавливаться. Это состояние, оно, если можно так выразиться, братья и сестры, оно сегодня. То есть сегодня тебе хорошо, но не останавливайся. Это не причина для того, чтобы остаться на горе, остаться на высоте, иди дальше. Совершай свой путь и совершай дело, которое Он тебе верил. И основные мысли, на которые хотелось бы обратить внимание перед молитвой, они будут пересекаться с тем, что я уже сказал, но из-за чего задумался вообще над этим состоянием, то, что работа Божья с каждым из нас, она всегда индивидуальна. То есть если у кого-то случилось вот так, то не обязательно, что у тебя вот так случится. Если кого-то Господь вывел таким путем, то не обязательно тебя Господь выведет таким же путем. То есть нужно всегда это понимать, что отношения, они должны быть личностные у каждого из нас. И это история Давида, 22 глава, 1 книга царств. То есть я напоминаю, над чем мы размышляем, братья и сестры, над тем, что хорошо мне быть здесь, но не останавливайся. Иди дальше, совершай. И вот 1 книга царств, 22 глава, зачитаю весь контекст. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда. Давид убежал оттуда, убежал и пришел в пещеру. И собрались к нему все притесненные и все должники, и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Давид убежал, спрятался в пещеру. Появились люди, которым можно служить, уже можно что-то организовать». Дальше написано, «Оттуда пошел Давид в массив Мавицкую и сказал царю Мавицкому, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». То есть Давид продолжает искать все равно. Он говорит, что я пойду узнаю. То есть надо идти дальше. И привел их к царю Мавицкому и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Пятый стих. «Но пророк, гад, сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай». Давид из определенных стесненных обстоятельств вышел. То есть он спрятался в пещеру, рядом появились люди, он сделался у них начальником. То есть по идее это какая-то цель, которая вроде бы уже совершена. И он в убежище. Написано нормально. То есть да, есть неразрешенные вопросы, но он находится в убежище. И кажется, зачем идти дальше? Убежище для чего, братья и сестры? Чтобы спрятаться. Зачем идти дальше? Что делать? Зачем? Есть люди, которым можно служить, есть люди, у которых он начальником. Но приходит пророк и говорит, не оставайся. Не оставайся в этом убежище, но ступай. Хотелось бы, братья и сестры, эту мысль оставить каждому из нас. Чтобы то состояние, которое есть у нас сегодня, оно не было конечным для нас. Чтобы наши поиски, они все равно не останавливались. Чтобы в каком бы убежище мы не были, мы все равно шли дальше. Мы совершали этот путь спасения, мы совершали то дело, которое он верил каждому из нас. То есть мы пришли куда-то, мы что-то получили от Бога, не останавливайся. Хорошо тебе быть здесь, но нужно идти дальше. Нужно совершать это дело, делать то, что каждому из нас доверил Господь. Пусть каждого из нас, братья и сестры, Бог благословит. Не оставайся, но ступай. Аминь, братья и сестры. Будем молиться. Аминь, братья и сестры. Спасибо. Спасибо. Спасибо.